здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любви а значит у нас коли гостям на нашей кухне у нас сегодня блины потому как скоро масленица да и вообще не только на масленицу у нас очень любят блины причем с разными начинками и я хочу спросить коля ты с нами долю вас с вами и не один все блина еды нашей семьи стоят у меня за спиной ждем отлично я знаю что они ждут потому я не буду терять времени и начинаем значит рецепт у меня простой на этот рецепт давний мой рецепт я всегда так готовлю и хочу вам рассказать кто знает значит хорошо кто не знает имейте ввиду что можно готовить блины и таким образом потому начинаем значит что понадобится у меня здесь 5 яиц вот я их уже так немножечко взбила я добавляю чайную ложечку суда соли так а ведь и соли прилично хорошая чайная ложечка почему потом и выливаю принципе вылью дай буду так опять немножечко так и заберу пока слегка смотрите перемешала да теперь добавляю сюда 4 столовые ложки сахара любовь и так стремно молоко поставила смотри не перейти куля не боюсь все нормально смотрите добавили до опять так хорошенько желательно быстренько венчиком если нет венчика она вилочкой знаете как как вы не думаете хозяйки знают как сделать так чтобы это сбить не обязательно до пены теперь я сюда добавляю сейчас одну секунду растительное масло значит без растительного масла никуда я добавлю у меня сейчас одну секундочку где-то 5-6 столовых ложечек зависимо как зависимости какая у вас столовая ложка у меня вот она вот такая глубокая процессе можно будет еще добавить будем жаре она будет видно необходимого масла или этого достаточно опять хорошенько перемешиваем смотрите перемешали теперь важный момент значит чтобы тесто было такое хорошенькое знаете как сказать оно такое немножко бархатистая я обязательно разогреваю обязательно разогреваем молочко молочко у меня тепленькое значит молока у меня здесь полтора килограмма семья у меня не маленькая блинчиков будет много и главное что эти блинчики вообще противник замораживать но в данном случае коль я уже занялась и не то можно будет даже заморозить заморозить потом достали раз раз и все готово правда потому значит молока я выливаю ну скажу вам где-то половину не больше вот смотрите вылила так молочка перемешала хорошенько венчиком а я ж тебе военный венчик нет он будет стучать он будет стучать и сейчас я беру вот перемешали да все теперь теперь обязательно кто бы что не говорил но знаете когда меня научили и сказали делать так я по-другому не делаю просеиваем муку муки у меня на полтора литра молока плюс вот эти все ингредиенты у меня 600 грамм муки ну может пойти от 600 до 700 потому как 100 грамм это так особо роли не сыграет но тем не менее тесто должно быть такое чтобы не было как вода была жидкая но чтоб так знаете лилось к струйкой красивенько потому я смотрите вот сейчас просеиваю половину муки и сюда же как ни странно обычно я не добавляю на в этом рецепте у меня получается пол чайной ложечки соды я ее так с мукой вот видите просеяли теперь я еще добавляю и оставлю где-то немного здесь совсем вот оставим муку грамм сто это не для того что мы оставим а просто мы ее что было легче нам все это перемешивать вот теперь беру венчиком и перемешивая венчиком мы должны получить густое густое тесто потому ждем так смотрите вот таким образом хорошенько хорошенько перемешала где еще будут такие маленькие грудочки да они когда тесто постоит они конечно разойдутся но тесто вот такое получается да вот это очень густое понятное дело значит сейчас я буду добавлять частями оставшееся молоко допустим вот налью оставлю где-то ну не на грамм 100 200 молочка перемешаю и посмотрю надо ли нам добавлять или нет а ну все будет видно так и бывает такое что от яйца зависит пустота вот я думаю что остальное молочко можно добавить но друг у вас будет такая ситуация что вы вылили все молоко да как я сейчас вылила и все хорошенько перемешали вот сейчас что блинчики были тоненькие такие знаете нежные жидкость вот этого блинное тесто должно быть тоже такое вот нежное такое но не густое не забитое никакой очень интересно вот так смотрите вот это не нам это собаки это собаки зачем печь блины она сама не умеет смотрите коля молодец смотрите вот видите вот льется но вот так знаете струйкой льется ну вот вот не так как вода такое чувствуется что что-то здесь есть увидели увидели отлично но она немножечко еще может быть густое когда постоит оно должно тесто должно обязательно постоять это это закон такой что тесто нельзя сразу прям раз и пошел блин нет оставим минут на 15-20 до получаса но я не буду терять время за это время я сделаю начинку из мяса что понадобится для мясной начинки значит у меня есть фарш здесь килограмм фарша свиной фарш он мороженый на его порезал он сейчас у нас быстренько отойдет так тебе коль это не мешает и на килограмм фарша у меня пошло три хорошие луковицы вот они здесь вот видите покажи куда вот они перекручены на мясорубку и здесь ловите картофель но я его сразу перекрутила и перемешала чтобы он не был черным или темным или как не поселил вот видите он такой желтенький красивый как был такой остался вот это все на мясорубку картофеля ну я думаю в зависимости какой он у вас ну одну-две штуки средний картофель такой вот можно 3 попробуйте кто не пробовал он очень вкусно будет с мясом в этой начинке для начала мы должны обжарить вот эту вот это вот выжарить жидкость так сказать вот потому что лук дал сок но мы этот сок мы его не будем сливать ничего сейчас сковородочку я разогрею налила где-то одну столовую ложечку может две ну так на глаз растительного масла и вот это хорошенько все обжариваем сейчас обжарю и все покажу а пока ждем и так смотрите вот так слегка подрумянилось когда в процессе когда выжарилась жидкость то есть испарилась я добавила рам 50 сливочного масла еще немножечко поджарила потому что начинка должна иметь такой вкусный сливочный вкус масличка придаст все что надо вот значит обязательно следите чтоб лука не погорела вот именно вот так чуть-чуть начал так вот золотиться где-то немножечко так подрумяниваться этого достаточно теперь я отправлю фарш ну так как у у меня фарш замороженный соответственно опять появится жидкость опять надо ее выпарить и фарш приготовить до готовности в процессе этого возможно смотреть пробуем на вкус добавляем еще немножечко сливочного масла где-то это зависит от жирности вашего фарша ну пределах 100 грамм да допустим и хорошенько прожариваем солим перчим добавляем специи по вашему вкусу потому ждем и так начиночка наша готова смотрите какая вот она видите готовила под крышкой обратите внимание что видите вот она такая липкая не будет сильно рассыпаться это благодаря тому что много лука да и картофель она сыграет свою роль вот видите она будет аккуратно собираться в блинчиках потому сейчас я накрою это уже по привычке хотя она должна остыть немножечко я думаю остынет и отправляю в сторону значит время наше прошло блинчики я сверху добавила еще две столовые ложечки растительного масла и потому 4 плюс 2 где-то 6 ложечек но вы смотрите сами я просто боюсь на 1 блины чтобы не пристали к сковороде 2 сковороды у меня на огне потому как должны разогреться чтобы блинчики поджарились и были знаете такие румяненькие и хорошо и отставали сковорода нужно хорошо накалиться надеюсь вы многие это знаете может даже и все сейчас я беру сковороду вот одна из них уже накалилась значит на эту сковороду мне достаточно будет с поднизу обязательно тесто вот так переколачиваем перед каждым разом и вот так вот такую вот ополошечку наливаем и хорошенько смотрите прекрасно прекрасно расходится тесто вот тесто разошлось чтобы никаких нет отправляем на огонь тоже на огонь огонь сильный также сейчас делаю со второй нагрелась вчера решила выпендриться решила перевернуть блин подкинул его на сковороде вот таким образом но не учила одного руки у меня сильные а потолки низкие ну что ж дорогие мы сейчас обжарю и покажу вам какие они выглядят то что их будет много это действительно но я постараюсь поджарить быстро а для вас время пройдет очень быстро потому ждем и так смотрите меньше минутки не знаю полминуты наверное потому что огонь большой вот обжарила и сейчас буду отправлять на тарелочку потому ждем и так блинчики готовить закончила обратите внимание какая гора блинов получилось мы их не считали но здесь ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой значит у меня две формы хочу сразу заметить я думаю что вы заметили что сахара добавляем немного на полтора литра сахара немного почему потому что блины у меня будут и с мясом и сладким творогом потому в творог лучше добавить больше сахарка посыпать сахаром чтобы не было тесто или блинчики сладкие значит смотрите все пожарила приготовила две формочки будут с мясом и будут с творогом сладким начинаем крутить блинчик сам по себе вот тоненький смотрите такой и хочу заметить что блинчики смотрите не в дырочку потому что если вы сделаете специально не в дырочку если мы сделаем дырочку то ваш фарш вот это вот все если с мясом тот это вот с жидкость вот эта сочность она будет в дырочку влазь так же как и творог потому они должны быть вот такие не жалеем смотрите вот положила стараемся делать трубочку потому подтягиваем я уже он сделала некоторые пока коля перекуривать ходил и стараемся опять коля виноват ну конечно ну знаете кто виноват оператор смотрите вот таким образом немножко прокатали сделали вот такие длинненькие и теперь форму для запекания смазала сливочным маслом так от души как говорят она у меня вот такая вот как это овал овал потому эллипс ой отлично ну я буду стараться так выкладывать их ничего страшного немножечко согнуться сомнуться потому что они у меня очень мягенькие это как анекдот про селедку у продавца спрашивает а я уже рассказывал да на чего кривая потому что на повороте поймали извиняюсь ничего страшного ну что ждем и вот так мы сначала сделаем с творогом духовочку я уже включила на 200 градусов вот смотрите такие вот длинненькие красивенькие вот так слаживаем а я пока реабилитируюсь хорошо парень знакомится с родителями своей невесты будущий тест представляется я Анатолий Викторович и сразу где он говорит выпьем говорит нет что вы я не пью скучно вам будет с нашей Анечкой боже мой бог милый ждем 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 и так смотрите с творогом осталось только смазать но я немножечко позже растоплю масло сейчас я уже начала делать с мясом смотрите чтобы это отличить и чтобы это было немножечко но и отличалось и лучше вот у нас блинчик вот делим зрительно вот так на четыре части одну четвертую часть вот так вот выкладываем начиночку видите теперь сворачиваю так и вот так вот разравниваю и вот такой треугольничек аккуратненько выкладываем форму для запекания и так делаем все потом промажу маслечком отправлю в духовочку 200 градусов минут на 20 и уже покажу готовый продукт хорошо и так смотрите смазала растительное растопленное масло вот кисточкой растопилось смазала значит и пересыпала сахарком видите вот так хорошенько эти кто любит так сладенько пересыпаем хорошенько сахарком эти просто смазала сливочным маслом слава богу что не успела пересыпать сахаром хотя рука потянулась в духовочку и ждем результат и так блинчики наши готовы смотрите даже ничего замораживать не пришлось вот это сахаром с ворошком смотрите какие аромат на кухне невозможно удержаться хочу для начала вот вам сейчас показать вот вот эти блинчики с мясом я ведь и так делала и конвертиками и уголочками значит вот обратите внимание вот сейчас слышно они такие хрустящие вот корочка хрустящая я один вот так вот возьму и разломали кушать конечно дорогие мои не буду не обижайтесь потому что очень-очень горячо а времени не дождать вот видите еще два блинчика и расходимся шептали швы на юбке у еленки точно сочная это класс это знаете а вот эта начинка она сладковата за счет вот видите вот оно видно так я это разверну вот вот они какие сочные в серединке видно коля что ты там видишь ничего не башу ну и конечно же я так подвину покажу вам створожком да створожком вообще объедение еще сюда можно добавить кто любит можете добавить изюм можете добавить ванильный сахар в этот раз я не добавляла просто но имейте ввиду что это тоже можно тоже вот начиночка они запеклись такие знаете вот начинка творожок растаял подтаял вкусный вот он слышите как я тарелки мы попробовали да надо было показать вот это как вкуснятина ну скажу так знаете может это с моей стороны не очень скромно скажу что любоплохого не посоветую но действительно вкусно но честное слово а еще если вы фарш добавите грибочки поджаренные это будет супер гости от вас не уйдут как говорят будут умолять дать рецепт ну что рецептом поделилась ужин приготовила свои буду бежать а вам дорогие мои а хочу заметить в духовке они у меня были где-то 15 минут но имейте ввиду что это зависит от в духовке и от того как вы хотите видеть вот таком какому темные светлые сильно зажарены нет коллег диаметр сковороды наши двадцать пять какой и то и то они одинаковые 25 сантиметров это то что обязательно знаю что спросите количество не считала потому что вот это плюс прибегали пробовали но очень много вы видели еще зависит от того как вы будете будете тоненько наливать тесто потому тут уже знаете ну нельзя сказать что будет там 40 штук или 60 вы увидите с вами но я кушать хочу очень много и очень вкусно заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания а а и Продолжение следует...